Армения Армения И поэтому я и говорю Что это какой-то очень новый эксперимент И с другой стороны Россия тоже не хочет уходить А Россия там имеет Глубокие корни в Армении То есть вся коррупция Вся коррупционная схема Все силовые коррупционные структуры Которые были в Армении Были поддержаны Нашими российскими коррупционерами Но естественно кем же еще Газпром там пустил Свои такие большие-большие корни Так вот Никол Пашинян За два месяца А 15 июля было ровно два месяца Как он находится Во главе правительства Армении Никол Пашинян за два месяца Сделал гораздо больше Но в сотни раз больше Чем сделано в нашей России Или в других республиках Где тоже происходили смены руководства Ну допустим У нас в стране 18 лет Путин и Медведев Обещают нам борьбу с коррупцией Рост производства И вообще Васюки Просто большие Васюки И одна маниловщина У нас сладкая маниловщина На словах У государственных чиновников А Никол Пашинян Без всякой маниловщины Без всяких больших Васюков Он сделал то Что должен был сделать То что он обещал своему народу Он сделал И народ конечно рад Народ сегодня его поддерживает Дай Бог конечно Чтобы эта поддержка И дальше происходила Потому что На народ можно влиять Всякими методами Различными методами И пока Россия Сделала только один Димаш У меня есть ролик на эту тему О том что Российские военные 101 бригады Они буквально провокацию сделали В Армении В селе начали стрелять Пустые это хлопки были Или это были боевые снаряды Мы не знаем А то что говорят офицеры Ну так это же может быть и вранье А может быть и нет Мы это не знаем Мы только понимаем Что с российской стороны Это была своего рода провокация Сейчас я вам хочу зачитать Что по пунктам конкретно Сделал Никол Пашинян За эти два месяца И вы посмотрите Насколько эффективно Его правление Два месяца То есть в нашей стране Это тоже можно было сделать Элементарно Но не делается Потому что никто не хочет Итак Первое Что сделал Никол Пашинян Это добился отставки Мэра Еревана Торона Маргаряна Многолетнего функционера Правящей партии После двух месяцев Противостояния Второе Сменил руководство Общественного телевидения Армении И продюсеров Телепрограмм Хваливших власть Провел финансовый аудит Общественного телевидения Армении По результатам которого Были возбуждены Уголовные дела То есть Телевидение СМИ Он придал этому Очень большое значение Он понимает Какое влияние Имеет СМИ На мнение народное На менталитет народа Из народа Буквально можно сделать Пластилин Если влиять Через СМИ И телевидение Третье Он начал Разбираться С бывшим Премьер-министром Человеком Газпрома Кареном Карапетяном Обыски и аресты В связной с ним Компании Нарфол Консалтинг Вынудили Уехать Карапетяна В Россию А конфликт Внутри партии Привел к его уходу С поста первого Зама Лидера фракции Четвертое Провел чистку Среди Чиновников Бывшего правительства Уволены Практически Все Мэры И губернаторы Это правильные шаги Но опять таки Это на мой взгляд Возможно у вас Другое мнение Давайте подискутируем На эту тему Это очень важная тема Тема Управления Народом Будь то Армения Или Россия Разница в чем Мы все примерно Одинакового Менталитета Выходцы Из СССР Пятое Организовал бойкот Крупных сетей Супермаркетов Принадлежащих Олигархам Связанным С правящей РПА Вынудив их Снизить цены На товары Высоцкий пел Было время И цены Снижались Однако же Нам это не грозит А вот В Армении Никол Пашинян Это Осуществил Шестое И это вот Самое опасное Что он сделал Для него Для его жизни Он провел Обыски В домах Тридцати Криминальных Авторитетов И воров В законе Вынудив половину Выехать из страны И преимущественно Все уехали В Россию Вы чувствуете Руки криминала Откуда Растут Под крышей Под чей зонтик Уехали Армянские Криминалитеты Семьмое Арест Генерала И бывшего Замминистра Обороны Манвела Григоряна Его жены И сына Мэра города Эчмядзин За присвоение Гуманитарной помощи Армянским солдатам И незаконное Хранение оружия Присвоил себе Гуманитарную помощь Которая принадлежала Которая Пересылалась Армянским солдатам Он присвоил Это себе Кто-то же Должен это был Вывести На чистую воду Кто-то же Должен был Это озвучить И он Это озвучил Он арестовал Тех Кто Нарушил Закон Закон Справедливого Сообщества Ну а Вслед за арестом Российский Отряд 102-й отряд И сделал провокацию На границе Шел по селу И стрелял Это как раз В ответ На арест Наше российское Правительство Высказало Своё фу И пригрозило Это была Угроза Пашиняну И он это понял Восьмое Обыски и арест В доме Эксглавы Охраны Президента Сарксяна Вачагела Казаряна По обвинению В расхищении Государственных Средств На сумму 9 миллионов Долларов Девятое Арест Главы Службы Охраны Олигарха И миллиардера Лидера партии Процветающей Армении Гагика Сарукяна По обвинению В избиении Человека Самого Гагика Пока Не трогают Начато расследование По поводу уклонения От уплаты Налогов Компании Спайка Связанной С семьей Бывшего президента Роберта Кочаряна По нему Самому Возобновили Расследование Неотносительно Дело 1 марта 2008 года Когда был Разгон Демонстрантов Ереване Кочарян Выехал В Российскую Федерацию Опять таки Куда Вы видите Откуда Руки растут Откуда Все растет Всех криминальных Дел Несправедливых Судебных Решений Все Идет Из России Они Буквально Все прячутся Сегодня Под зонтиком России Поэтому Я и боюсь Новых Провокаций Лидии Маршей Со стороны Российского Руководства В сторону Армении Вы Помните Все Спитак Я надеюсь Что вы Помните Спитак Это страшное Было Событие И это Было Рукотворное Событие 11 Начал Разбираться С семьей Бывшего Президента И Кратковременного Премьера Сержа Сарксяна Обыски Все аресты Прошли В фондах Связанных С ним И его Родственниками В розыск Объявили Обоих Братьев Сержа Сарксяна Александра И Ливона Племянницу Они Сарксян И племянников Нарека И Айка Сарксяна Все они Выехали За границу 12 Сменил Руководство Кассационного Суда Армении Суды Все нужно Менять Это понятно Власть Сменилась Суды Нужно Заменить Все Полностью 13 Сменил Руководство Следственного Комитета Армении 14 Сменил Руководство Пограничных Войск Генштаба И сухопутных Войск Также Добился Увольнения Глав Силовых Структур В Нагорном Карабахе 15 Возбудили 71 Уголовное Дело Против Глав Сельских Общин За Злоупотребление Должностными Общей Коррупционной Составляющей Чиновников Бывших СБУшников Государственных Чиновников И ОПГ Селем А Наталья Поклонская Не может Против ОПГ Селем Пойти Потому что Ну Насколько Я понимаю И может быть Я ошибаюсь Но Наталья Поклонская Как раз За счет Селема И вышла На поверхность Они Ее Поддержали Она Опирается На них А они Опираются На Нее Будем Надеяться Что У Никол Пашиняна Не будет Таких Поклонских Бутафорских Прокуроров Которые На деньгах ОПГ Выходят В Верховную Власть России Я Таня Карацуба Сиитбург Ха